Что ты уже с чаем-то, а? А потому что я тут выяснила, что чай бодрит не хуже кофе. Ну, это я знал на самом деле. Но давайте об этом и не только. Мы поговорим сейчас со основателем чайного клуба «Чайная гавань» Максимом Долбилиным. Максим, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, во-первых, что вы пришли так рано к нам. Ну, вот... Вы явно расскажете нам больше, чем мы знаем. Вот люди на самом деле делятся на две категории. Кофеманы и... Чаилюбы. Чаилюбы, да. Чаепиты. Чаепиты. Чаепиты, да. Как вы попали во вторую компанию, вот, в чаепитию? Ну, в свое время я работал барменом, и у нас была, помимо кофе, конечно же, чайная карта. Вот я думал, что разбираюсь в чаях, но однажды попал на чайную церемонию. И понял, что в чаях я совсем не разбираюсь. И вот как-то увлекся, стал изучать. Я понял. Понимаешь, я понял. Чайная церемония, я понял. А вот что касается церемонии, кстати. Там же действительно много разных правил. И нужно ли их все соблюдать, или это все условности? Смотря для чего. То есть все правила, они придуманы как часть, да, какого-то процесса. Обряда какого-то. У чайного пакетика есть своя цель, да, даже у чайного пакетика есть своя цель. Быстро заварить много напитка. Мне кажется, у чайного пакетика есть цель сразу выбросить. Ну, давайте расскажем о том, что, ну, чайные пакетики, это ведь не чай. Ну, как не чай, это что-то близко к чаю. Опа! То есть то, что лежит в пакетике, мы можем назвать чаем с трудом, правильно? С натяжкой. Ну, то есть там, что это? Ну, это остатки производства крупнолистового чая. Вот так вот. В принципе, все просто и понятно. Ну, а мы что с вами сейчас пьем? Вот это вот, расскажите, как это готовится, и, может, вы покажете нам процесс, Максим? Легко. Мы сейчас пьем наш фирменный черный пуэр. Мы в чайной гавани выпускаем такие вот блинчики. Это черный чай, замена кофе в чайном мире. Такой же крепкий, бодрый. И мне удалось за эфиром даже определить, что за чай мы пьем. Лера разбирается в чайе. Потому что недавно я тоже для себя его открыла. Есть какие-то тонкости, может быть, заваривания чая? Что мы не знаем, что мы должны знать? Ну, тонкостей всегда много, зависит от сорта чая. Конечно же, любой чай, особенно китайский, советуется промывать. То есть не сразу же заварку настаивать, а первую воду, ну, как бы ополоснуть, чтобы чай, во-первых, продезинфицировать, почистить, плюс подготовить его к дальнейшему завариванию, чтобы чай раскрылся. Поженился с водой, как у нас говорят. Вот, да, поженился. Вот это я слышал такую вещь на Востоке, кстати, вот в Казахстане, в Киргизии. И они, действительно, они сначала заливают в чайничек, ой, выливают сначала в водичку, в кружку, и потом из этой же кружки обратно туда заливают. Это правильно, неправильно делают они? Ну, тут нету правильно-неправильно, есть просто разные традиции. Поэтому имеет место быть, как говорится. Ну, а вот, Максим, скажите, а на что прежде всего нужно обращать внимание покупателю, когда он выбирает чай? В первую очередь стоит, конечно, обращать внимание на место, в котором вы выбираете чай. Так. Если это продуктовый магазин, то чай там непосредственно, скорее всего. Есть специализированные магазины, как упоминалась наша чайная гавань, например. То есть мы занимаемся только крупнолистовым чаем, и у нас нету чаем с добавок, например. То есть надо понимать, если вы выбираете чай, смотрите на него, и среди листиков видны какие-нибудь ягодки, там кусочки фруктов. Более того, когда вы открываете банку, и не поднося носу уже пахнет арбуз, дыня. Кто это? Ароматизаторы, да? К слову. Да, конечно, это добавки. Потому что чай используется посредственный, в котором мало ценностей, ну и, соответственно, нужно его как-то украсить. Делать более вкусно. Вот, в хорошем, натуральном, да, чаю. То есть нету такого яркого аромата. Его обычно нужно раздышать, чтобы у него появился аромат. Вот, поэтому такой чай, он будет, конечно, без всяких примесей. А вот хотелось бы вернуться к завариванию, потому что меня всегда мучил этот вопрос, что нельзя заваривать кипятком, да, крутым. Нужно, чтобы вода немного остыла, конкретное количество градусов температуры нужно. 80-90, вот я слышал. Ну, есть такие рекомендации, но это связано с тем, что чем выше температура воды, тем быстрее чай начинает завариваться. Вот, и есть зеленые чаи и черные, ну, грубо говоря, да, то есть и вот эти вот слабо ферментированные зеленые чаи, они начинают быстро очень завариваться. Если заваривать сразу же кипятком, 100-градусной водой, то чай надо моментально прямо сливать, чтобы он не перезаварился. Для этого есть рекомендации понизить температуру воды, чтобы чай более равномерно заваривался. А мне вот интересно всегда было, зеленый чай и черный чай, чем они отличаются? Я видел просто плантации чайных деревьев, они все одинаковые. Что такое зеленый и черный чай? Есть какое-то отличие, из-за чего? Что это? Конечно, это технология, на самом деле. А, технология уже. Да, да, то есть зеленые чаи, они максимально приближены по своему химическому составу к природе, к тому, что вот само растение, да, в него заложило. То есть, в принципе, там, ну, там, да, несколько технологий, там сушка, сушка и все кончается, в принципе. А черные чаи, здесь уже есть различные температурные махинации, которые человек с ними производит. И чай, как следствие, он темнеет. Вот, понятно. А есть ли разница, в какой посуде мы, например, завариваем чай? Конечно. Есть френч-прессы, в которых сейчас в последнее время люди заваривают чай, и это быстро, это удобно. Либо вот нужен такой керамический чайничек. Ну, тут будем исходить из того, какой чай мы завариваем. То есть, если это какой-то светлый чай, там, белый, зеленый, ну, светлый, да, то для него хорошо подойдет стекло, либо фарфор, как материал, в котором заваривается чай. Глина, она более специфична, да, как материал, она обычно пористая, и в ней лучше заваривать темные чаи. Темные чаи, да. Потому что она аккумулирует тепло. В темноте темный, в фене светлый. Ну, разобралась, разобралась. А вообще, полезен ли чай, и какое количество чая нужно выпивать в сутки? Есть ли какие-то рекомендации? Перепить-то тоже нельзя. Перепить тоже можно, да. Чай, конечно же, полезен. На Востоке, вот там вот в чайной стране, да, это Китай, чай известен примерно там 5000 лет. И большую часть из этого чай воспринимался исключительно как лекарство. Да вы что? Да. Поэтому эту ценность чай до сих пор не утратил, конечно же, но вряд ли чайные пакетики можно назвать лекарством. Здесь, конечно, нужно подходить с другой стороны немножечко, искать натуральный чай, да, крупнолистовой, потому что в чай достаточно много полезных веществ, да, для нашего организма. Но, опять же, важно, как собрали чай, то есть где он вырос, сама природа. Вы, Максим, сколько можете чая выпить в сутки? Сколько чашек чая? Ой, раньше больше пил, да, сейчас уже стареет. Завязал. Ну, здесь главное правило, когда начинаете пить много чая, да, китайского, например, что чай – это не вода, и ничто не вода, кроме воды, поэтому воду пить надо больше даже, потому что чай сушит, он переваривается нашим телом, и это важно. Спасибо большое. Спасибо большое. Максим Долбилин был у нас в гостях, основатель чайного клуба. Максим, спасибо вам большое, что этим утром уделили нам столько времени, вам здоровья и предновогоднего хорошего настроения вам желаю. Благодарю, взаимно.